Душа Почему меня ты, мама, не родила, было мне тепло и сладко в утробе? Почему меня ты, мама, не приняла, почему же час лаграна так пробил? Почему меня ты, мама, не родила, я крещение святого не принял? Почему меня ты, мама, не назвала долгожданным своим маленьким сыном? Здесь на небе хорошо, и я уже хорошо. Но все равно я жду с тобою встречи. Тебя знаю я, жаль видеть мне нельзя в лицо твоем, ведь я святой навечно. Почему меня ты, мама, не родила, я бы утром просыпался счастливым? Почему меня ты, мама, не обняла, я хотел бы видеть, как ты красива. Здесь на небе хорошо, и я уже хорошо, но все равно я жду с тобою встречи. Тебя знаю я, жаль видеть мне нельзя в лицо твоем, ведь я святой навечно. Здесь на небе хорошо, и я уже хорошо, и я уже хорошо, но все равно я жду с тобою встречи. Тебя знаю я, жаль видеть мне нельзя в лицо твоем, ведь я святой навечно. Милости в Господь наш, только осознай грех. Бог тебя простит, знай, он готов принять всех. Только отвори сам сердце своему дверь. Он всегда стоит там, чтобы дать тебе свет. Пусть колоколом позвонит, принесет душе мир за грехи день. Разбит на кресте был милости в Господь наш. Покаяние, слава и грех, Бог тебя спасет, знай, Он решил спасти всех. АПЛОДИСМЕНТЫ Встретились как-то раз случайно, Светит в Валиной в юге. Близкие в недалеком прошлом, Бывшие две подруги. Первую звали жизнь старая, Смертью звала сражение я. Бодница жизнь в красивом платье, Смертью строго облачей. Жизнь пригласила смерть на ужин, Столик взят в ресторане, И словно не было разлуки, Не было расставания. Лучший коньяк, закуска, фрукты, Щедрое угощенье. Очень уж ей вернуть хотелось Смертью расположение. Смертью не была на жизни в обиды, Просто другие взгляды, И подружиться с ней, пожалуй, Снова была бы рада. Кстати, коньяк хороший, правда, Чёртлись всё по чину, Но обойти не удалось, Им ссоры былой причины. Вспомнили, как в ту ночь Подруги спорили, Дородили, Как злато утром Младенца между собой делили, Как невозможно было слушать Матери плачь из золка. Смертью, почему его все влады, Разве пожить и не мог он? И, призадумавшись немного, Жизни она сказала, Господа, было мне открыто, Что его ожидало. Если б ребёнок жив остался, Стал бы тогда убийцей, Я чаще в душе не смог бы Господу обратиться. Ну а даже так тут жизнь вдохнула, Этого я не знала, Ну а ты помнишь ту старуху, Что тебя призывала? И как мы с ней тогда просили, Где прервать мученья, Но только ты призывом нашим Не придала значенья. Да, отвечала, Смертью стала, Помню я ту старуху, Это она о своих проклятиях Доча прикла на муку. Надо успеть приехать было, Прочери издарёка, Что-то сняла с неё проклятия Перед дорогой к Богу. Жизнь головою покачала, Этого я не знала, Ну а вот тот царь колеи Тоже ведь кожи мало, Мало сказала смерть сурова, Только на делах много И никогда уже не столкается Перед Богом. Тут телефон запил смерти Тихий мотив церковный, Стало лицо её бледнее, Голос спокойным, кровным, Извинившись перед жизнью, Чмоков её неловко, Проговорила, Убегает срочно Командировка. Жил человек, Гневливый до предела, Он молод был, И вот отец его сказал, Чтоб он, Когда не сдержит гнева, Вбивал в столб забора Длинный гвоздь, Сначала столб пронизывали гвозди, По нескольку десятков каждый день, Потом всё меньше, И однажды вовсе Он молотком забора Ей задел, А отец его заданье там другое, Когда он сможет Слово гнев сдержать За каждую победу над собою. И вот настал тот день, Когда в заборе Он не нашёл гвоздя ни одного, И сын сказал, Доволенный сам собою. Смотри, отец, Я победил его. Гнев побеждён И для отца важнее, Чем столб дырявый, Сдавший от гвоздей, И молвил он, Что сказанное в гневе. Гвозди железных Может быть острей, И как забор Уже не будет ногу, Так в сердце шрамы, Словно от гвоздей, От грубого Презрительного слова Навеки остаются у людей Зал Александровский в Кремле, И три нетронутые трона. Теперь на русской на земле Нет императорской короны, И Русь святую с мелодком, Давно продали иудеи, Но троны царские пока Продать по счастью не успею. Один побольше для царя, Другой поменьше для царицы, И третий завершает ряд, Туда в наследний усадится, И новый дорогой парчок, Стоят обтянутые троны, Как будто власти ждут иной, Под монархической короной. Но пока они пусты, Никто страной не управляет, Народ на грани нищеты, Что будет дальше, Бог лишь знает. Но это только до поры, И троны вновь царя дождутся, И будут изгнаны воры, Земли благословенные русские, За Александровские в Кремле, И три нетронутые трона, Лежали в больнице, В палате одной, Два тяжко больных человека, Один у окошка лежал, А другой у дверь, Где не было света. Один постоянно в окошко глядел, Другой лишь на краску дверную, И тот, что в двери узнать захотел, Прожить за окошком другую. С готовностью первый больной рассказал, Что видно ему из окошка, Там тихая речка дощатый причал, И ходит по берегу кошка, По синему небу плывут облака, Причудливые, как зверушки, Сидят на причале, Там два рыбака, И с руком гуляет старушка. И так каждый день Док рассказочный лес Рассказывал то про влюбленных, Другой же сосед Перестал даже есть, Считая себя обделенным. Он мучился злобы, И зависть росла, Его постепенно съедая, Не мог он понять, Почему же была тут несправедливость такая. Однажды сосед у окна за ним мог, Что не было сил разогнуться, Он стал задыхаться и даже не мог До кнопки своей дотянуться. У двери сосед мог на кнопку нажать, И вызвать сестру милосердие, Но он не нажал, Остался лежать, Глаза закрывая усердно. На утро сестра милосердие пришла, Постель поменять за покойным, Сосед попросил, И она помогла Занять эту самую бойку. Когда же он в окно Наконец посмотрел, На шее задергалась вверх, Увидел вместо того, что хотел, Глухую высокую стену. Он был потрясен, И сестре рассказал, Про тихую чистую речку, Про сказочный лес, Про дощатый причал, И небо в кудрявых овечках. Ах, если б он видел, Сказала сестра, Всю жизнь он слепым, Маска попросил, Зачем же тогда Тут больно прошептал, Да он вас утешит, Стал крася. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И до сихisiej take everybody. Продолжение следует...